Здарова, дружище! Сегодня у нас попробуй не сказать вау челлендж. Снова нашел хороший видос, который вроде бы собрал хорошие отзывы у людей, поэтому давай его посмотрим, попробуем не сказать вау. Если ты сказал вау, напиши в комментариях, когда и на чем, и что тебе понравилось, из чего ты залип. Но сначала, hi, one, sub, я хочу порекомендовать тебе еще раз моего корейского товарища. Я видел, как вы в прошлом видео понакидали ему от хасита, от хасита, от хасита. Я хочу теперь, чтобы он сделал на меня реакцию. Я буду, короче, его заставлять сделать на меня реакцию. Так что заходите на канал парням в описании, заходите на последний видос и пишите ему, сделай реакцию на хасита. Можете на него подписаться, он хороший контент делает. Вот, к примеру, он делает реакции, как и я, показывает, как корейский человек реагирует на всякие русские вещи. Вот, к примеру, как он реагировал на Полину Гагарину в песне «Кукушка». Одна моя знакомая умеет ее петь, поэтому мне это довольно интересно было. Так же он еще иногда поет и запаривается над обработкой и над съемкой, чего не делают многие влогеры вообще. Ну и поет он хорошо. Так что заходи по ссылочке в описании, говори ему «Здорово от хасита, сделай реакцию на хасита». Я хочу уговорить вам сабо это сделать, поэтому давайте. Ссылочка в описании и поехали к видосу. Ну и погнали! Ой, что за музыка такая? Страшная. Вау! В смысле? Это не засмеется, чайник, что это было? Что это такое? Блёха. Это выглядит как жир для меня. Ты знаешь, как какое-то здоровое сало было. Вау! Я проиграл, окей. Погоди, это желатин был? Вот это вот я не знал. Напиши в комментах, что это было. По консистенции похоже на желатин. Интересно. Не, подожди, это в медленной скорости, прикинь. Это он делает в медленной скорости. По воде видно. И с таким острым ножом. И с такой скоростью. Почему-то я уверен, что этот парень китаец. Я не знаю почему, но почему-то вот я прям чувствую. Что будет, если металл, заряженный на тысячу градусов теплотой, опустить в воду. Прикольно. Но это недостойно. Вау. Хотя я по валу уже вначале проиграл. Прикольно. Слушай, он так как-то зарипательно отваливается. Моя любимая фигня, которую я не знаю. А, я думал, она будет там какие-то вот эти классные штуки делать. Это желтки. Не, вряд ли, да? Вряд ли желтки. Но похоже немножко. Так, а вот это точно съедобно. Я поел, поэтому я не буду об этом сильно запариваться в этот раз. Держу тебя в курсе. Картофанчик. О. О. Ты, наверное, так картошку фримутит? Похоже. Ух ты. Вот мы всегда, когда в школе убирались, на газонах, когда их поливаешь. Радужка. Уи. Прикинь, если у девушки есть только вот этот кулачок волос. И все. Один такой длинный, здоровый, но тонкий. Зачем? Зачем она ломает яйцо? Зачем она ломает? А-а-а. О. Круто, слушай. Вот это я даже не знаю, что это были. Обручи? Или какая-то... Заводская вещь? Деталь. Ну, не знаю. У меня вот что-то не появляется желание сказать вау с того, как делают чашки. А, я понял. А что она такая здоровая, какая-то мутантская ягодка? Зачем? Зачем? Няу. Зачем? Никакого праздника. Представь себе. Есть у тебя на празднике огромное количество шариков. Пришел дядька и начал все уничтожать. Вау. Вау. Это что такое? Плапша такая странная. Кто шарит? Напишите, что вот это было в предыдущем видосе. Блин, как бы я хотел такое здоровое мороженое. Хотя нет, не хотел бы. Я б стал еще толчущим я есть. Мне не надо. А что такого? А что такого? Банки и банки. Не понял. Няу. Он с какой-то радостью срезает эти волосы. Зачем? Зачем? Что за очень странный вид АСМРа? Интересно, а есть АСМР для глаз? А, ну да, наверное, это вот этот вот не залипни челлендж, типа. Ну да, да, да. Или нет? Кто шарит вдруг в этом? Скажите, есть ли какой-то вот такой вот штук, который визуально вызывает мурашки у тебя? Я знаю, АСМР вызывает мурашечки. А есть ли что-то такое для глаз? Я думаю, нет. Думаю, все же нет. Вот это меня, наоборот, больше напрягает. У меня немножечко трипофобия, поэтому, наверное, как и у всех. Что-то он злится потихоньку. Смотрю, он сильнее и сильнее начинает долбить. Или мне кажется. Звуки какие. Ха, прикольно. Кстати, а я не знал об этом. Я не знал, как это делают. Вот. Виндя образовательный. Музычка залипательная. Ей, пища. Блин, ну вот я теперь знаю, что я скажу. Когда ты не хочешь есть, это не так залипательно смотреть. Когда ты хочешь есть, ты такой, типа, что-то съедобное. А когда ты не хочешь есть, ты, типа, ну и чё. Ну и чё. Ну и чё. Похоже на рыбу немного. Но то было не рыба, я гарантирую это. Вот это почему-то меня наоборот напрягает. Не понимаю почему. Для меня почему-то это похоже, знаешь, на какую-то кость или что-то. Ммм. Прикольно. А ты ел когда-нибудь такие вот макароны цветные? По-моему, когда маленьким был, я кушал. По-моему, ничего особенного. О, это чипсы. Правильно, правильно, правильно. Да, это чипсы. Вау. Максимальная нездоровая пища. Ты видел, сколько на ней масла было? Просто съел и превратился в басляной клубок. Блин, вот, я бы хотел больше не залипаяк с огнём. Что-то жжёт или что-то такое. Мне кажется, огонь это всегда залипательный. А вот это вот мы занимались вот этим. Когда ты с бабушкой на огороде. Лук. Резать. Довольно Незалипательное занятие. Особенно, когда тебе очень жарко. Аааа, вот это приятно. Дошики. Я знаю, у них всё. Вау. Вот такие... Ух ты. Такие жидкости, да. Такие жидкости мне нравятся. Я опять сказал, вау. Я не отдаю себя отчёту, когда я говорю, вау. О, работающие люди. Ого, сколько арбузов. Любишь арбузы? Напиши в комментах, если любишь арбузы. Мне это очень важно знать. Нет. Да мне всё равно любопытно. А есть люди, которые не любят арбузы? Напиши в комментах, если ты не любишь арбузы. Сыр? Не-не-не, не сыр, не сыр. Какой сыр, а чёрный? Прикольно, слушай. О, я бы хотел такое попробовать. Можно яблоки или груши порезать таким макаром. Мне кажется, будет вкусно. Что-то вроде здоровых чипсов. Блин, надо такую вещь купить себе. Ну, как бы вот. Не знаю. В этот раз я, как тебе сказал, я меньше хотел есть. Поэтому я меньше залипал. Знаешь, вот идеально для того, чтобы хотеть залипать. Если ты хочешь залипать, захоти есть. И начни смотреть какие-нибудь незалипайки. Сразу залипнешь на какую-нибудь фигню. Ну, и плюс, мне кажется, хотелось бы побольше огня какого-нибудь. И не то, чтобы пироманьяк, но когда ты смотришь на нечто сгорающее, есть что-то в этом волшебное. Особенно, если всё это вздобрено хорошей игрой светотени. Это прям вообще магически выглядит. Ладно. Надеюсь, тебе понравилось. Напиши в комментариях, если тебе понравилось. Если ты залип, напиши в комментариях, если ты сказал вау. Ну, а пока на этом всё. Всем пока-пока-пока. До скорого. Удачи!